я погляжу насколько у нас дела с домашним заданием продвинулись потому что потому что там ну не то чтобы не то чтобы я это сделал совсем намеренно но и не безумно я допустил некоторое количество в этом задании начинается сейчас найдем здесь пошел ухты а тут много всего короче говоря в нашем текущем домашнем задании было некоторое количество исследовательской работы вот так что тот кто меня опять удивляет что никакой обратной связи на этот счет я не получил вот уж не знаю насколько это было так я вообще залоги не тут или нет уйди 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 против нет назад то вы не сможете это сделать но тут он обычно пишет сколько по форкали если вы это делали гитхабом а что это разные вещи да с точки зрения гитхаба это разные вещи как интересно сейчас я тогда следующий раз об этом расскажу потому что я лично я кстати поправил ошибку по какой причине запушить не мог сегодня я смогу и надеюсь так нет вот теперь да ну окей бог не тогда значит будем считать что мы потихонечку делаем домашнее задание значит были какие-то сложности здесь присутствующих в первую очередь связаны там мы не знаем вот этими цветами которых там слишком много но кей тогда может быть нам не нужно заниматься разбором домашнего задания хотя у меня была идея немножко этим позаниматься ну а ну тут ничего особо нету хорошо значит что мы хотим сегодня о чем я хотел сегодня поговорить смотрите я думаю что если вы писали за домашнее задание примерно в том стиле в котором делал это я и в том стиле в котором это сделано ну скажем в документации по такая папа т.к. да помните вот это место который который в котором есть документация по toolkit и где примеры есть и на руби и на питоне и на и на тисе или еще там на первые еще на чем-то еще вот так вот я думаю вы довольно быстро заметили что если вы пишете программу вот в том стиле в таком линейном да когда все командочки идут подряд то вы довольно быстро приходите к таким огромным полотенцем в которых нужно проинциализировать некоторое количество виджетов на каждый виджет приходится по нескольку строк инциализации и все это выливается в такой очень длинный очень длинный код который в общем не очень удобно читать в принципе надо быть готовым к тому что когда вы пишете мой графический интерфейс получаемый код действительно не очень удобно читать так мы где вообще по моему вот здесь да вот да значит чем больше вы пишете скажем так чем больше разных виджетов у вас располагается в одном окошке тем длиннее вот это полотенце и тем в общем больше возникает необходимость ну скажем вставлять комментарии вообще где здесь чего что за что отвечает и какова логика поведения всем всего этого безобразия вот происходит это того что он изначально все эти примеры которые были в на сайте документации так они бы они писались естественно на языке тсель который собственно для этого был придуман вот а он не вполне себе объектный такой то есть стиль стиль программирования тем как раз на такие полотенца провоцируют вот что касается питон то конечно на питоне предпочтительно писать все-таки объекта вот и выглядит должно примерно так вот где то вот 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 тут вот у меня есть примерчик а нет это не то взяты из другой документации вас по моему вот этот вот смотрите вот вам пожалуйста будь здорово вот вам пожалуйста примерно такая же никакущая программа которая ничего не делает вот только оформлены немножко в объектном стиле с этой точки зрения в принципе без особой разницы как мы пишем мы конечно же можем просто объединить некоторые некоторые группы инициализации и привязки каких-то виджетов к чему-то в отдельной функции вызывать эти функции получим тоже в общем некоторые говорящие да но как вы понимаете чем здоровее код тем сложнее вот эту дисциплину соблюдать ну и в конце концов мы же знаем что объектное разбиение разбиение кода программы на объекты нужно не только там ну и основное значение это проектирование сложных и сверхсложных проектов но вообще говоря нужно не только для этого скажем в питоне классы это удобное место куда можно засовывать свои нэмспейс то есть мы можем нэмспейс заложить в модуль но тогда у нас будет такая многомодульная программа что в общем не очень да а можем нэмспейс положить просто в класс и просто пользоваться классами как пользуются понятием инкапсуляции вложенность просто для того чтобы хранить там объект с идентичными именами вот так что когда мы говорим application да мы вполне можем внутри него положить какие-то отдельные методы и и внутри методов заключить определение виджетов и в общем получить программу который будет читаться несколько лучше чем то что у нас вот давайте попробуем решить наше домашнее задание по-быстрому но вот в стиле в стиле ну условно говоря объект так ну вот у нас есть кнопочка кит а еще там по домашнему заданию полагалась вторая кнопочка до кнопочка добавить да значит ну что ж кстати обратите внимание на то что у нас само приложение наше унаследовано от тк-фрейм то есть когда мы его вот так вот запускаем у нас автоматически создается внешнее окно которое тк-интер в него автоматически вставляется наш фрейм да и в этот фрейм автоматически вставляется в этом уже не автоматически руками вставляется виджет кстати мне кажется что в такой форме у нас при ресайзе вот эта кнопочка будет при ресайзе эта кнопочка будет дать посмотрим как это делается не будет ресайзе потому что фрейм не будет ресайзе есть у меня такое подозрение ци грязное дать попробуем то есть нам видимо придется все-таки создавать ходить к рутовому окошечку ой тут какой-то мусор какой-то мусор ну ладно ходить к какому-то крутому окошечку сейчас посмотрим значит что мы хотели и мы хотели посмотреть как вот здесь вот у нас в какое место задается стики стики дает задается в grid отлично вот мы пишем ему что-нибудь типа ру ру равняется 0 column равняется 0 а стики равняется и своем да вот вот это все вот что не так а тут у нас да тут придется писать вот такую штуку а или можно сказать так дело в том что это такой маленькая хитрость я надеюсь она сработает мы можем себе позволить писать на тк-интере таким образом что у нас все объекты тк-интера будут лежать закрытые на спейсе тк а вот такие штуки как константы типа есть в н они лежат отдельно в тк-интер констанции как мне кажется я боюсь ошибиться но кажется это так да ну что проводим эксперимент да как видите как видите как видите в я явно задал я явно задал своей своей кнопочки чтобы она прилипала к краям но результатов никакого почему потому что рамка внутри фрейм внутри которого находится к краям не прилипает ну ладно мы тогда этим займем в следующий раз просто потому что у нас будет тогда разговор про пробок про написание более-менее больших программ с объектным планированием вот а сейчас лучше давайте посмотрим 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 на другие виджеты вот а про про то что вернем как было а прото что программа можно оформлять вот в таком стиле вот про то что программу можно оформлять вот в таком стиле мы будем знать, и в следующий раз напишем что-нибудь большое. Вот. Значит, на самом деле в программе у нас был нет, я просто хотел намекнуть, что чем больше мы пишем виджетов, тем более по-уродски выглядит программа, которая написана в столбик. Значит, где у нас там документация наша прекрасная? Сейчас найдем. А мы давайте посмотрим, что еще можно делать с нашими с нашим ТК, тем более что у нас с прошлого раза залипла тема относительно работы с редактируемыми строковыми объектами. Коих в ТКИН-3 несколько. Значит, допустим, мы давайте мы отсюда выйдем и создадим новый новый файл. Это пятый. Сегодня пятая лекция. Вот. Создадим новый файл. О, отлично. Или тут будет сейчас. Ладно. По-моему, тут колор-схема плохая. Да. Какой мы там выбрали? Не помните? Default. О, нет. Что это у нас? Это у нас примерчик. Да елки-палки. Пример чего? Работа с работой с текст-энтри. Вот. Значит, ну, чего? Давайте скопипастим вот отсюда. Да. Что там нам? Да. Вот. И добавим на наше окошечко ну, кстати, вот кусок домашнего задания, который должен состоять в том, чтобы использовать другую упаковщик, не place, а какой-нибудь еще. Состоял в том, ну, как раз в том и состоял, чтобы использовать, допустим, grid и сказать ему колонн конфигури. Вот. Но в данном случае это неважно. Давайте мы в этот фрейм напихаем, ну, допустим, текстовое поле. Оно так и называется текст. Если мне не изменяет память. Вот оно. Нет. Текст это большой текст, а это называется entry. Да. Одна строка текста. Вот. Значит, ну, посмотрим, значит, entry. Родительский виджет это root. Здесь напишем что-то вроде текста. Запихаем его в наш, этот самый, в наш виджет и мы глуп вызовем. Вот. все вроде бы... Где, где, где? Что я делаю не так? Вау, как интересно. А, понятно. Там по умолчанию какой-то параметр отнюдь не тот, который мы хотели. что-то я его не вижу. Что я сделал не так? Непонятно. Вроде бы я все положил куда надо. А, не все. Я не положил рамочку. То есть, у нас текст находился внутри рамочки, а рамочку я умудрился завести и не положить. Ну, вот другое дело. Вот, смотрите, как выглядит этот самый текст. Вот. Ну, понятно, что это такое. это нечто, что мы можем редактировать. Был бы очень неплохо уметь как минимум оттуда вынимать значения, которые там находятся. Вот. По всей видимости, это какой-то его, ну, этого, этого виджета поля. Вот. Поэтому мы заведем еще кнопочку сюда. По нажатию на который, пускай он печатает стандартный вывод. Так. Command равняется, не знаю что. Какой-то такой. И этот самый getText, это будет функция, которая лазит нам вот сюда. Сейчас. Вот сюда. текст т. Сейчас. Print. Текст т. А вот сейчас посмотрим, что. Мне не очевидно, как называется это поле. Вот. 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 Ага. Смотрите. Вместо того, чтобы лазить к конкретному полю текста, там есть метод get, который возвращает, возвращает что? Какой-то странный учебник на русском языке, мне он не нравится. сейчас давайте другой найдем. Нет. Нет. Не текст, а entry. Сейчас, секунду. Вот. Значит, entry widget. Вот он. Ага. Значит, просто get. Индекс 0, который в этом учебнике написан, неинтересен. Значит, окей, get. что получается? Получается у нас… Стоп. Надо было эту… Да. Что там у нас? Bouton.grid. Get.grid. Положить ее на экран. Смотрите. При этом… Ну вот. Значит, есть какая-то внутренность нашего виджета, который называется label, entry. Эту внутренность можно получить кнопочкой get. Вот. Ну, давайте, что ли, сделаем более интересный вариант. Эту внутренность. Давайте мы закоммитим его. Есть предложение. Что мы делаем? Entry. Example. Вот. Обратите внимание, да, что commit-a коммитит все файлы, даже те, которые я не добавил. Вот. Но только в том случае, если эти файлы уже были, они изменены. Поскольку example 0.5 создан был новый файл, нам пришлось его добавить вручную. Вот. Ну, собственно, после чего commit-a можно было не говорить. Можно было сказать commit просто минус m. Вот. А m – это commit message. вот обратите внимание, как выглядит git log. Посмотрите. Вот есть более интересный формат команды git log, который показывает статистику по тому, как происходили изменения. Вот. Если написано, в каком файле, и написано, сколько строк входило в эти изменения. git minus stat. Если вы хотите прям посмотреть все, помните, мы делали git log минус p, он прям патч set показывает. Причем, обратите внимание, в случае, когда добавляется новый файл, патч выглядит, как патч надевнул на устройство, в котором ничего не лежит. То есть, взяли девнул, взяли examples p, накложили надевнул патч, получили, значит, содержимое текста. Вот. То есть, если вы меняете файл, файл выглядит, как патч, на вот этот файл. А если вы его добавляете, файл, патч выглядит, ну, добавление файла выглядит, как патч надевнул. Вот. Ну, хорошо. Продолжим. Значит, так видно, или так, или лучше коллаж схемку включить, вот такую. Такую лучше. Вот. Давайте вот что сделаем. не всегда это настроим. Не всегда это настроим. шмяк. Шмяк. Все. Теперь оно будет всегда кюлер. О, отлично. Значит, что мы хотели? Добавим еще одну, еще одну, еще одну меточку, еще одну кнопочку. это вот мы переместим лучше вот сюда. Да это какая разница? Смотрите, поскольку мы сегодня отказались в силу, в силу некоторых сложностей писать в объектном стиле, вот. У нас тут все в одном namespace? Вообще все. К тому, смотрите, как работает питон. Когда вы, когда вы определяете вот эту функцию, вот эту, вот эту, да, ему совершенно все равно существуют ли те объекты, которые там внутри. Ему важно только собрать байт-код из этого. Вот. Да, совершенно справедливо. Вот когда мы вызовем нашу функцию getText, тогда нужно будет сходить в namespace и посмотреть, есть ли там объект под названием txt. Но к этому моменту он там будет. Так что все более-менее ничего. Все более-менее ничего. Так, значит, b, 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 b. Еще одну кнопочку, еще одну, еще одну, лейблочку. Значит, давайте здесь делаем. Назовем его txt2, остроумная. Обратите внимание, что он по умолчанию пустой. Интересно, как задавать, задавать содержимое по умолчанию. Сейчас найдем. Не здесь, а вот здесь. и не здесь. Ну, давайте посмотрим help, в конце концов. Что мы это... Можно сделать вот так вот, да? Сейчас. Python 3, Python 3, минус i, example, 0.5. help, что там у нас? txt, 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 мы можем передавать параметры. Вот. Тут много. txt variable. txt variable. txt variable. Понятно. Ну, хорошо. Тогда пускай будет сначала так, а к txt variable мы вернемся. Это очень интересная тема. Я про нее тоже хотел сегодня рассказать. Значит, давайте мы для начала добавим, добавим вторую, вторую лейбл, вторую кнопочку. вот. Назовем ее put. И попытаемся сделать так, чтобы кнопочка put копировала изгна окошка в другое. шмяк, button 2 isn't defined. Уи. Извините. Put текст. Ага, put текст не описан. Ну, хорошо. Пока пускай ничего. Ой. Вот так. Что еще? Put текст. Тороплюсь. Ох. Некрасивая. Надо было, что она в том же этом самом ряду была. окей. Давайте немножко порядку в ней наведем и закоммитим то, что получится. Значит, row равняется 0,1,2. Да. А здесь, наверное, column span column span равняется 2. Как-то так. О! Это то, что я хотел. Вот. Теперь наша задача вот в эту функцию put текст вставить следующее. Надо взять текст из t равняется из первой формочки, из первой надписи txt get. И как-то ее засунуть во вторую. что для этого нам предлагает что нам для этого предлагает tkinter? tkinter нам для этого предлагает довольно забавные забавные функции, а именно insert и delete. То есть вместо того, чтобы сказать вот там вот текстовая переменная, мы посылаем туда какие-то ну, события, не события, но как-то воздействуем на этот виджет. Мы говорим удали кусочек слова, вставь строчку. Ну, давайте ради интереса напишем insert 0. Да? Что там у нас? get. Слушайте, она плохо называется get. Давайте мы вот что сделаем. Переименуем это все. Что там? get в get.bootin. Ну, потому что иначе мы так, здесь не надо, здесь не надо, здесь не надо, а вот здесь надо. Yes, yes. И то же самое в put. Ну, потому что иначе мы запутаемся. Кнопка не может называться put и get. Хотя бы вот так. Нет. Да, да. О, все, хорошо. Итак, значит, мы берем, что мы берем? Мы берем txt2 и говорим insert, ну, скажем, начало, вот это самое t. и пробуем. Сюда вписали, нажали кнопку, бумс, insert, ну, конечно, конечно, я ошибся. иначе, так, сюда вписали, о, она вставилась. Сейчас, сейчас, а я хочу, вот, ну, скажем так, а, ну, как и просили, вставляется в начало, да? вот у нас, вставляется в начало. Если нам нужно, скажем, вставить не в начало, то мы здесь пишем индекс не ноль, вот, если, а если нам нужно заменить, как мы хотели, то нам нужно сначала все удалить. txt2 точка delete. Вот, причем yend, вот этот самый, это такая константа, которая должна быть задана в tk.inter. Вот. Она приехала к нам вот отсюда, константа yend. Я думаю, что, как обычно, для tk это строковые константы. Ну-ка, давайте попробуем. Вот. Во. Да. Для ставки в кон... Сейчас посмотрим. Ну, вы всегда можете сделать просто вот так вот, да? Давайте еще поэкспериментируем. Давайте сделаем вот так вот. cvn. Вот. get. От чего там? От txt2.get. txt2.get. Мне кажется, можно сделать так. Могу ошибиться, но если ошибусь, значит, там надо искать специальную функцию. it works. Да? Мы просто говорим insert на позицию после конца последней строки. вот, отлично, жужжит. Такие дела. Все это было бы ничего. Давайте это дело закоммитим. Да? Нет, вот хочется как-то какой-то определенности. нет, давайте вернем, как было, вот так вот. Ой, не так вот, а вот так вот. И вот в таком виде закоммите. Слушайте, я предыдущий коммент на английском, что ли, делал? Внезапно. Точно. Ну ладно, будем делать на английском. Так, что напишем? Вот. Что мне в этом деле вообще не важно? мне нравится, да? Почему такой, так, такой вот такая работа с текстовым полем, мне кажется, избыточной? Да потому что, в принципе, нам, конечно, может понадобиться волшебное редактирование, именно волшебное редактирование строки ввода, который лежит в соседнем поле. но в подавляющем большинстве случаев поле ввода, это всего лишь место, где мы выкладываем некоторую нашу строку, которую хотим отредактировать. то есть нам нет необходимости контролировать события за событием, которые происходят с этим текстовым полем, а есть необходимость просто в какой-то момент сходить к той строчке, которая там лежит, или положить туда новое. Каждый раз вот так вот упражняться довольно странно. Хотелось бы, чтобы там просто валялась какая-то строка, и эта строка сама собой менялась. Проблема состоит в том, что так не бывает. Ну, хотя бы потому, что хотя бы потому, что строка в питоне, она вообще говоря, константная. то есть если вы сказали там а равняется какая-то строка, то она не может взять и измениться там внутри себя. Ну, потому что это константная вещь. Вы должны каждый раз вызывать соответствие геттера, вот как здесь. Вот. Вторая проблема состоит в том, что кто-то все-таки должен обрабатывать события, происходящие прямо с этой строкой, когда мы ее редактируем. И, соответственно, объект, который должен быть связан с полем типа entry. Это, в общем-то, не строка. Это что-то более хитрое. Вот для этой цели в для этой цели в tk-entry есть специальный как бы виджет, только он не виджет, потому что он по-моему такой стринг-вар. потому что он не отображается на экране. Это так называемые враперы для данных разного типа, в частности, строкового. Вот. Весь смысл которых стоит ровно в том, чтобы когда содержимое этого объекта меняется, у пользователя была бы ссылка на вот это измененное содержимое. Да, еще раз, в питоне нельзя взять и поменять содержимое строки. Вы можете просто сгенерировать новую строку, связать ее тем же именем, все будет хорошо. Это не очень удобно, когда у вас есть некий внешний человек, а именно человек, который меняет содержимое строки внезапно. И нам нужно либо каждый раз делать гет, либо что-то такое. Ну так вот, вместо того, чтобы каждый раз ходить вот к этому гету, как мы это делали сейчас, мы можем привязать вот так вот, да, соответственно, get и insert. Мы можем привязать к нашему текстному виджету некий объект типа string var и работать уже с ними. вот. Если мне не изменяет память, мы еще можем приделать к этому объекту, как к виджету, приделать к нему callback, вот, да, вот он. Мы можем приделать к нему callback и всякий раз, когда происходит редактирование этого объекта, на это дело реагировать. Вот. Ну, давайте посмотрим, что получится. У меня где-то был пример, сейчас попробуем найти его. Нет, не здесь. Вот здесь был пример, где я эти string var использовал. нет, нет, не здесь. Ну, может быть, сейчас, секунду. Можно, конечно, из документации списать. Во! string var. Вот. Значит, что мы делаем? Мы заводим, мы откуда-куда хотим копировать? Мы хотим копировать из первой во вторую, да? Вот здесь вот. Мы заводим вот здесь вот, заводим переменную типа string var, ну, вернее, объект типа string var. Вот. Вот здесь вот, когда мы заводим наш, только не тут, наоборот, вот, сначала надо завести string var, а потом, а потом уже в его вставить вот сюда. Когда мы заводим соответствующий entry, мы ему говорим, что text variable это наш string var, вот здесь вот. Он называется у нас str2. Вот. И теперь мы можем, давайте посмотрим, что тут в примере. ух, тут много всего. Что мы можем делать? Не вижу, не вижу, где этот string var занимается. Сейчас мы поищем. Короче говоря, мы теперь можем вон. А, понятно. Теперь мы можем менять этот string var и автоматически будет меняться содержимое нашего виджета и еще параллельно мы можем сам факт редактирования этого текста объекта отлавливать. Значит, теперь это будет выглядеть так. str2 равняю... Ой, 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 ой. Все не так. Сейчас, секундочку. str2.set от t. Это мы все убираем. Вот. Мне кажется, этого достаточно. То есть, мы теперь говорим, что в нашем текстовом entry за текстовое поле отвечает переменная str2. str2 это объект типа string var и всякий раз, когда мы хотим что-то сделать с надписью, с текстовым содержимым нашего текста 2, мы на самом деле делаем что-то с содержимым этого самого str2. Ну что, пробуем. Не попал. В adoption текст в рейбл. Что не так? Давайте искать. Ох, опаньки. Кажется, я вас обманул. А, господи, прости. Промахнулся. Не то наставил. Извините. Вот. О, it works. Вот. Как я уже говорил, помимо того, что мы теперь строго разделили виджет, который умеет отображать текст, и сам текст, и сам текст, это тоже такой объект нашего ДК-Интера, с которым мы можем взаимодействовать. Вот. Этот самый сам текст еще и может отдельно обрабатывать события, которые с ним случаются. Например, когда его редактируют. Вот тут где-то был пример. он может каждый раз, когда... Ой, вы. В рай. Значит, метод trace нашего, нашего стринг-вара говорит следующее, что когда происходит запись в нашу переменную в рай, кажется так, мы вызываем некоторую функцию. Ну, давайте попробуем это сделать. То есть, мы сейчас еще к этому стр-вару говорим стр2.trace v dump. Напоминаю, что функция dump нам просто показывает все параметры, которые нам вставляют. вставляют. О! Каждый раз, когда мы что-то меняем, у нас приезжает событие соответствующее. Вот. в том числе, когда мы делаем put. Такие дела. Так. Мне не нравится слово trace. Давайте почитаем документацию. Сейчас, секунду. Потому что, потому что мне не нравится будет w. Секундочку. help от чего там у нас стр2.trace первый параметр mode read, write, undefine. А, нет, ну, все правильно. Значит, это был mode write. Мы поставили некое событие, которое включается только тогда, когда переменная меняется. в принципе, мы можем поставить обработчик события каждый раз, когда-то к этому стрингвару обращаются, в принципе, на чтение. Это будет r и undefine. Непонятно, что за событие undefine, но, видимо, оно может возникать в процессе работы с этим. нельзя. Так, тем временем, ну, давайте это все закоммитим безобразие. Статус. Что у нас там? Ага, называется это, Mbwb называется это StringVar. Вот. И пора поговорить вот о чем. На самом деле, я не зря собирался сделать разбор домашнего задания, потому что я его, естественно, решил. Вот. Там было несколько мелких извращений в стиле питона, которые я хотел бы показать. Они напрямую не относятся к тому, чем мы с вами занимаемся вот в этом курсе, но, скажем так, имеют отношение в том числе и к программированию на TK Inter. Вот. Заодно мы с вами посмотрим на такую штуку, которая называется branch. Я думаю, те из вас, кто реально работает с системой контроля версии, разумеется, знают, что такое ветка. вот. Ну, а ежели кто нет, вот сейчас и посмотрим. Смотрите. По умолчанию, как вы помните, у нас branch ровно один, называется мастер, все хорошо. Необходимость создавать несколько параллельных веток разработки, вспоминаем лекцию номер два, возникает тогда, когда у вас идет параллельно работа над разными частями проекта, и вообще говоря, эти обе части все еще не готовы. Вот. Ну, например, я делал домашнее задание и я не хотел, чтобы оно возникло, чтобы перед нами возник сразу пример с домашним заданием уже готовый, там, с несколькими коммитами, вот это все. Поэтому я дома, так случилось, что когда я редактировал, я сделал другую ветку, запушил ее в другую ветку и у меня в репозитории, смотрите, репозиторий у нас называется origin, да? Вот. Если вы скажете git branch минус а, он вам внезапно покажет ваши локальные ветки и ветки удаленные. Одна из них будет называться мастер почти всегда, потому что по умолчанию ветка начинает называться мастер и можно переименовать, не вопрос. пожалуйста. Вот. Вот это, head, это означает, где у вас сейчас находится текущая стадия разработки, вот, то есть, когда вы склонируете репозиторий или просто, или, 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 или сделаете из него пул, или еще чего-нибудь, короче говоря, когда вы к нему обратитесь, у вас, head будет указывать, вот, то место, на которое указывает та ветка, тот срез состояния ваших объектов, на который указывает head, будет, собственно, склонирован к вашу рабочую копию, и, оказывается, есть еще одна ветка, которая называется вот так, по имени той лекции, к которой было домашнее задание, в которой, собственно, все решение и лежит. Вот. Давайте мы что сделаем? Значит, как нам синхронизировать все это безобразие? Есть два способа. Первый способ, это создать еще одну ветку, в которую синхронизировать, в которой, да, в которой синхронизировать с той веткой, которая есть там. Второй способ, это прямо сюда, вот, втащить, втащить содержимое вот этой ветки, повторяю, как она там называется, вот так вот, она называется, да, втащить ее в текущую. Ну, давайте попробуем способ номер два, для начала. Значит, что у нас сейчас происходит? Давайте я приостановлю. Что у нас сейчас происходит? у нас происходит операция пул. Операция пул, на самом деле, она составная. Может быть, имеет смысл показать ее, показать ее разделено. Давайте мы сейчас, сейчас уберемся. Я думаю, что если я уберу, то пул не пройдет. шмяк, шмяк, вот, значит, обратите внимание на команду, которую я сделал. git reset позволяет вам откатиться на любое состояние, на любое состояние репозитория, при этом рабочая копия остается той, которая была. git reset минус минус hard еще и выбрасывает, восстанавливает рабочую копию, актуальную на это место. То есть, я сейчас сказал git reset минус hard, она посмотрела всю мою историю, взяла последний коммит и восстановила состояние рабочей копии именно на момент этого последнего коммита. О чем, собственно, и сообщилось здесь. Вот. То есть, ну, давайте, давайте. Вот. Видите, да? Это мой using string var, это последний, последний коммит, который я сделал. Давайте еще раз. Вот я что-то взял такое, напортил, какую-то ерунду тут вписал. Короче, сделал ерунду. Потом сказал вот так. Ерунда исчезла. Почему? Потому что тот файл, который я менял по команде reset минус минус hard синхронизовался с тем, что было. Теперь давайте попробуем по-другому сделать. Давайте мы вот это дело закоммитим. Ну, тут напишем какой-нибудь да? вот у нас есть история, в которой появился коммит. Мы его не запушили, он не синхронизирован. Смотрите. синхронизация у нас, слава богу, в публичном репозитории мы на 4 коммита его опережаем. Вот этот последний коммит надо было бы убрать. Есть несколько способов это сделать. Вот. Самый простой это сказать ему так. Взять вот этот коммитид. Вот. Коммитид может быть сокращен до любого размера, потому что, в принципе, шанс, что ваш коммит по вот этому укороченному id совпадет с другим, он равен примерно единице, деленной вот на это число. Понимаете, да? Ну, а когда вы говорите полный коммитид, ваш шанс, что коммитид совпадет, равен единице, деленной на вот это число, то есть нулю. Вот. Так вот, мы говорим, мы запоминаем вот этот коммитид, мы говорим git reset. Да, значит, еще раз. Git status. Все чисто, все закомичено. 4 коммита впереди репозитория. Последний из них нам не нравится. Хотим его откатить. Мы это можем сделать очень быстро, потому что мы ему никого не показывали, этот коммит. Мы говорим git reset и называем коммитид, на который мы собираемся откатиться. Шмек. Что при этом происходит? История переписалась. Последний коммит из истории удалился. Теперь у нас последний коммит и head в том числе смотрят на предыдущий, ну на тот, на который мы сказали. Тем не менее, изменения наши дурацкие, которые мы сделали, никуда не делись. Помните, я говорил, git reset минус минус hard обновляет рабочую копию, git reset не обновляет рабочую копию, он оставляет ее в том состоянии, в котором мы ее бросили. Вот она. вот она. То есть теперь мы можем перередактировать все это безобразие и закоммитить по новой. Если наша задача поправить коммит, то не надо его прямо откатывать и писать заново, да? Достаточно откатить с помощью ресета содержание хранилища на один коммит назад, переделать то, что вы делаете и закоммитить по новой. Ну, допустим, допустим, мы взяли и переделали. Написали, что что-нибудь такое. И вот такое мы собираемся закоммить снова. Что-что? Нет, git add не нужен вот из-за этого. И вот из-за этого. Помните, да? Значит, когда мы говорим git commit, просто. Коммитим только те изменения, которые мы вручную добавили с помощью git add. Когда мы говорим git commit минус a, это то же самое, что минус минус add. Мы автоматически, или минус минус автоматик, не помню. Сейчас скажу точно. Минус минус, о, боже мой, прости. All. Все так. All. Да? Мы коммитим все те изменения, которые вносятся, которые нами внесены в объекты, уже находящиеся в дереве объекта. Новые объекты остаются без изменений, они не коммитятся, потому что про них git не знает. Может быть, это мусор. А вот те, которые мы уже занесли в дерево объектов, они коммитятся. Поэтому, вместо того, чтобы делать git add, а потом git commit, я делаю git commit минус a. Я ответил на ваш вопрос. Вот. Таким образом, мы посмотрели, как исправить последний коммит, вот, если вы вдруг посмотрели и увидели, что он неправильный. Как его убить вообще? А мы можем это сделать, потому что мы еще никуда не опубликовали свой репозиторий. это наше личное дело, вы программирование программировали и вдруг поняли, что нет, нет, не надо такое коммитить вообще никуда, давайте я лучше все переделаю заново. На всякий случай запол... Можно что-нибудь? Ладно, не буду. Значит, давайте мы запомним вот этот номер. Это тот коммит, от которого мы хотим избавиться. Вот. Давайте мы даже где-нибудь тут... Запомним его в виде текста. И делаем ту же самую операцию. Reset. Причем, обратите внимание, я не глядя делаю reset вот на этот коммитид, потому что я точно знаю, что эту историю я не правил. Вот. Только надо было минус-минус hard сказать. Все. Чистое и сухое. Нигде ничего нет вот этого нашего даме и все остальное. Чтобы закончить тему с удалением коммитов, хочу сказать, что объект, объект с вот таким идентификатором у вас в хранилище все еще есть и прибудет там до тех пор, пока вы не вызовете специальную специальную команду репэк. Потому что гид без нужды ничего не удаляет. То есть, если вы по какой-то по какой-то причине знаете коммитид, который вы удалили, вы в принципе его можете восстановить. Сказать вот так. Вот. Вот. Опа. Этого коммита не было ни в одном дереве сейчас. Но он есть в базе, он есть в хранилище. И поскольку он есть в хранилище, нам удалось его восстановить. Ну нет, мы его все-таки не хотим. Обратите внимание, да, что я сделал? Я выполнил операцию reset, насильно переставив head, то есть текущее дерево, текущее состояние на коммит, про который я знаю его идентификатор, и я знаю, что он есть в хранилище. Тот факт, что я его только что удалил, ничего не значит. Такие вот дела. Это был такой бонус, потому что этим, ну понятно, в нормальной разработке обычно не пользуются. но только знаете, вот работал, работал, работал в 4 часа ночи и удалил все коммиты. Забыл запушить. Больше нигде нету. И ты тогда крутишь, 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 крутишь вот эту самую историю. И тут где-то там вот ты радостно говоришь, о, вот коммит ID, вот он, вот он, вот он, вот он, вот сейчас мы сюда его вот дарим, и все получится. Смотрите, коммиты, то бишь срезы состояния дерева, да, это всего лишь такие множество объектов, имеющие собственный идентификат. Ни один из этих объектов не удаляется, пока вы не скажете REPR. Он может не запушиться, вы можете его не опубликовать, потому что он не входит ни в одну историю. Когда вы говорите опубликовать, публикуется история вашего дерева. Да? Поскольку он ни в одну историю не входит, он так и останется валяться у вас на локальном хранилище. Но пока вы вручную его не удалите, или если у вас стоит авторепэк, автоматически его не удалите, вы всегда можете его восстановить. Такая вот история. Да, да, да. Они вне последовательности, в том-то и дело. Когда-то была какая-то последовательность, которая до него доходила. Вы говорите, хочу ее восстановить. Восстанавливайте. Обратите внимание на то, что это ресет. Это значит, что вы отказываетесь от текущей последовательности. И перепроигрывайте в другую сторону. В следующий раз мы поговорим про аменды и про ребейс. Но для того, чтобы поговорить про ребейс, мы сейчас должны поговорить про ветки, которые мы еще не делали. Итак, ветки. Помните правила оформления коммита. Одно изменение, один коммит. В коммит-месседже вы пишете коротко, что именно вы сделали. и если это требуется, в пояснениях вы пишете более подробное объяснение, зачем вы это сделали. Достаточно часто бывает в коммюнити, в сообществах принято в коммит-месседже в большой части, не в короткой, а в длинной. Прямо по файлу писать. Например, вы внесли изменение в пять файлов. Вы пишете, в таком-то файле сделано то-то, в таком-то файле сделано то-то, в таком-то файле сделано то-то, ну, еще два. Вот. Еще одно правило, что когда вы делаете коммит, состояние вашего исходника, состояние ваших исходников должно быть не хуже, чем было раньше. То есть, коммиты не вносят, ну, разрушения. Чтобы люди, которые с вами синхронизируются после каждого мержа, после каждого пула, мы, кстати, так и не сделали булл, но я вернусь к этому, после каждого пула обнаруживали исходники в состоянии не хуже, чем они видели их раньше. И это одна из причин, по которым существуют ветки. Потому что, если вы наметили довольно масштабное изменение, и это масштабное изменение поначалу приведет к ухудшению функциональности, вы добавили там несколько функций, которые все еще не работают. Понимаете, было бы очень плохо все это дело коммитить в основную ветку разработки, я не говорю публиковать, публиковать это не надо. Но даже вам самим будет неудобно, если в вашей основной ветке разработки, предположим, там есть тесты какие-то, появится вот эта ерунда. а уж если вы работаете не один над этим масштабным изменением, а если оно масштабное, то скорее всего вы не один, то вам это придется еще и публиковать. Безусловно, не надо публиковать в мастер. А куда? В ветку. Как это делается? Говорим git, branch, ну скажем new. Вот у вас теперь две ветки. Мастер, она отмеченная звездочкой, это та ветка, которой сейчас соответствует текущая рабочая копия файлов. И new эта ветка другая. Кстати сказать, ничем она в данный момент не отличается от вас. Чтобы переключиться на другую ветку, то есть, чтобы сменить рабочую копию, да, чтобы она соответствовала другой ветке и заодно, чтобы гид считал, что вы занимаетесь разработкой этой самой другой ветки. Чтобы сменить рабочую копию, надо сказать git checkout. И дальше вы можете, даст вас выбор, вы можете сказать просто new, и теперь у вас дерево, рабочая копия файлов соответствует дереву под названием new, и все изменения, которые вы будете делать, будут происходить в дереве new. И вы могли сказать git checkout и взять, выковырить один объект из какой-то ветки или из какого-то commit id. Но это отдельная тема, сегодня мы ее опустим, просто чтобы не замедлять разговор. Так вот, вот это создание ветки, это переключение на ветку. В принципе, вы могли сказать git checkout минус b имя ветки и тогда бы у вас произошло одновременно и то, откуда. И тогда у вас произошло бы одновременно и создание ветки, и переключение на нее. Но вот в две команды тоже можно. Давайте мы опять сделаем вот этот пул. Только на этот раз мы его разложим на две части. Значит, команда публикации это git push. Кстати, мы ее не сделали, давайте сделаем. Запушим наш мастер, он нормальный же. Переключимся обра... Check... А, cd, git. git checkout мастер. Мы считаем, что наш мастер более-менее более-менее нормальный. Git, git, это слово git. Да, git же, господи, прости. Вот, давайте его запушим. Барабаны дроби в прошлый раз у меня это не получилось из-за некоторых дурацких настроек. вы будете смеяться. На заднем фоне за окном открывалось окошко для ввода логина и пароля. Неудачный клиент графический стоял, который этим занимается, он ну, ну, в общем, в общем, просто неудачный, очень-очень-очень древний. Так, ну что, пароль. А я его помню. Ну, я его помню. Значит, что сейчас произошло? Что такое git push? Git push это синхронизация двух веток разработки. Текущий он branchmaster и той удаленной, про которую в вашем git конфиге написано, что туда можно пушить. А именно ой, нет. вот. Вот у вас зарегистрировано удаленный репозиторий под названием origin. Всасываете вы из такого репозитория, публикуете в такой. Как видите, он один и тот же. Да? Вот git push это просто публикация того репозитория, который, в котором, той ветки, на которой вы сейчас находитесь в репозитории загистрированной вот здесь. Как видите, вместо слова pull здесь слово fetch. Давайте скажем git fetch. А там ничего нету. Давайте мы переключимся все-таки на branch, который мы называем new и пофечимся. Сколько у нас там? Вот. Вот пофечим вот этот branch. origin. Вот. Что я говорю? Помните, что локальный, в случае, когда вы работаете с git в том, локально хранится весь репозиторий. Весь да не весь. Например, некоторые ветки, которых у вас нету и там тоже нету, локально не хранятся, это не нужно. Вот. Но если мы скажем вот так, то наш git клиент зайдет туда, в публичный репозиторий, обнаружит, что на публичном репозитории есть ветка под названием 0.4 вот это вот бла-бла-бла. Все объекты, которые ей соответствуют, зафечат. и больше ничего. Как это ни странно. Значит, что сейчас произошло? Рабочая копия не изменилась. Вообще ничего не изменилось. Но в вашем репозитории теперь есть вот эта ветка. Теперь с ней можно помешаться. Git, Merge. Origin, да. Вот. Помните, что такое Merge? Merge – это слияние двух веток разработки. Удаленный и текущий. Я очень надеюсь, что они сольются без каких-то повреждений. Хотя, напоминаю, мы фактически сейчас проделали вот этот… У нас есть пример того, как у нас шла параллельная разработка. Здесь мы параллельно разрабатывали пример к сегодняшней лекции, а там я решал домашнее задание. Сейчас происходит Merge, о чем гид сообщает в так называемом специальном Merge-коммите. Значит, нужно отметить в истории, что произошло слияние двух веток. Вот он нам написал, что при этом происходит. Произошло довольно много. Он всосал четыре файла с изменениями, причем три из них, как видите, по отсутствию красных минусов, как видите, это просто новые файлы. Если вы видите, что GitPool или GitMerge говорит одни зеленые плюсы и никаких красных минусов, значит, изменение состоит исключательно из добавления. Скорее всего, это новые файлы. Эти новые файлы, как ни трудно догадаться, нужны мне для того, чтобы, помните, домашнее задание, там нужно было цвет менять по имени. Ну, так вот они с именем, и я просто нашел, нашел, смотрите, я нашел, ай, нашел файл RGB TXT, где лежит описание этих цветов, причем это где-то в недрах питона, то есть я вот взял, фактически я сделал так, я взял наш любимый Pitch Path и поискал их просто в питонских библиотеках. Ой, а здесь нету. ну надо же. А у себя нашел. А, вот, он просто маленькой буквой. Вот. И, ну, у себя я нашел в другом месте. Короче, я нашел этот файл, я написал конвертер, который этот файл читает и делает из него питоновский код. Такой простейший. вот. Он просто жрет этот файл и потом из него конструирует питоновский код. Если я сейчас запущу, он выдаст код на питоне, который определяет словарик. ну, правда, видите, какая-то фигня такая, ну, бог с ним. Кстати, это ошибка. Ладно, поправлю ее потом. Вот. В любом случае, в любом случае, дальше идет, вот, видите, да. Ну и, соответственно, я сгенерил файл под названием grgb.py. Это генерат. Я специально сделал генерат. Мы, когда будем проходить деплоймент, мы научимся этот файл генерировать автоматически. Пока у нас просто сгенерировано храниться. С ошибкой. Надо будет его поправить. Вот. Ну и, наконец, моя программа теперь выглядит так. Вот у нас создается кнопочка add и exit. Кнопочка add вызывает функцию add-add. Кнопочка add-add, где она? Вот она. Заводит кнопочку и label. Вот. И меняет цвет. Значит, главный трюк, который был в домашнем задании, состоит в том, что функция, которая меняет цвет кнопочки, ее надо генерировать. Потому что для каждого, для каждой пары кнопка метка эта функция должна брать другие объекты. помните, кто был, кто ходил на прошлый семестр, как называется ситуация, когда мы внезапно используем неглобальные, но и нелокальные имена в функции, которые генерат. Вот здесь. Как это вообще работает? А это работает. Смотрите. Это кнопочка, а это меточка. То есть функция, которая генерирует случайный, вот смотрите, вот она, случайный цвет, она просто, да, кстати, обратите внимание, вместо функции конфигурия, которую я показывал на прошлой лекции, я пользуюсь более простой штукой, оказывается, можно сделать и так. Это то же самое, что L точка конфигурия в бэкграунд равно чему-то. L это лейбл, B это баттнер. Ага. Ага. Оказывается, не так все просто. Я просто не знаю, как это по-другому решить, если честно. Отличная идея. В следующий раз я тоже буду использовать классы. Ну вот, значит, смотрите, в чем фишка? Фишка состоит в том, да, с классом, кстати, все само собой решается. Да, логично, вы правы. Значит, тем не менее, да, это тоже очень питаническая штука. Вот у нас есть функция, которая добавляет две кнопки. Она их заводит, эти две кнопки, вот, да, лейбл и баттнер. Кстати сказать, небольшое исследование для того, чтобы понять, в какую строку таблицу добавлять, да, ну, мы вспоминаем, что у нас было на прошлое, что ли, лекции size, что size нашего виджета, он, если там используется упаковщик grid, это количество строк столбцов, так что тут все понятно. Да, вот мы говорим, что в строку 1 плюс 1, R плюс 1 мы добавляем, вернее, мы ее конфигурируем как имеющую тяжесть, вес 1. Вот, вот, вот мы, значит, кладем туда, извините, вот мы кладем туда кнопочку, вот мы кладем туда лейбл, все хорошо. Да? Но вот эта функция, которая должна менять цвета, она должна менять цвета конкретно у объекта B, у объекта L, тех самых, которые сейчас нам сгенерировала функция ADDAT. Эту функцию придется сгенерировать, а объект L и объект B попадают туда посредством замыкания. Если кому-то непонятно, о чем мы сейчас говорим, посмотрите, пожалуйста, лекцию прошлого года, которая этому самому замыканию посвящена. Это довольно интересная фишка, модная в современных языках программирование. И, в общем, несмотря на то, что он выглядит совершенно естественно, не вполне понятный. Да? Значит, вот эти вот имена L и B, да, они внезапно залипают в пространство имен вот этой свежесгенерированной функции C, коих мы сгенерировали столько штук, сколько у нас таких пар. И не удаляются, несмотря на то, что они локальны для функции ADDAT. А залипают в этом пространстве имен, при этом соответствуют тем самым объектам, которые мы только что загнили. Вот такие дела. Это была первая фишка, от которой, как совершенно правильно сказано, нас спасает обычное объектное планирование, где все начинает работать само. Вот. И вторая фишка, конечно, это, которой я хотел похвастаться, это функция, которая генерирует не просто случайный цвет, а случайный светлый цвет и случайный темный цвет. Вот. Я не призываю вас так программировать. Вот она. Но кто разберется, как это работает, тому пирожок с полки. Вот. Это, помните, четвертый и четвертый пункт необязательный, чтобы, когда вы запускаете вашу программу, у вас цвет тут не всегда, кстати, цвет кнопки и цвет лейбла был достаточно контрастный, чтобы одно на фоне другого выделялось. Ну, очевидное решение это задавать для фона, например, темный цвет, а для этого самого для надписи светлый. Ну, вот я примерно так и сделал. Что-то у меня мусор какой-то на экран лезет. Вот. Окей. Значит, но я на самом деле, сейчас я закончу, я на самом деле вспомнил про решение домашнего задания не только для того, чтобы рассказать, как я его решил. Еще для того, чтобы посмотреть, как мы мержимся, вот, вот мерж коммит, вот сделанные нами изменения, а вот сделанные мной изменения, которые я сделал вот в этой ветке. Видите, здесь даже написано в какой. Теперь у нас история, сейчас, по-моему, я сюда такое ставил. Теперь история у нас выглядит вот так. Вот у нас были, это один из инструментов просмотра истории разработки ГИТА, их много, люди пользуются ГИТК, кстати, надо будет показать вам его. Вот, я почему-то люблю КУГИТ, но это, в общем, неважно. Вот у вас была история, 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 история. В этом месте произошло создание ветки. Вот, она называлась, она называлась, как она называлась, вот, Publishing and Geometry. В ней я выполнил домашнее задание. параллельно с этим мы с вами поупражнялись на примере, который назывался Example 0.5. И вот здесь вот у нас случился Merch Commit. Мы взяли и слили эти ветки разработки в одну. Так, что-то я еще хотел сказать сегодня, но у нас уже время вышло. А, Merch Tool, Merch Tool показывать не буду. Rebase показывать не буду, видимо, это точно в следующий раз. Pull Request. Значит, смотрите, последнее, о чем я хочу рассказать, но это такое, немножко на исследование. Значит, все очень хорошо, когда у вас, у каждого своя разработка. Человек сидит, что-то разрабатывает, потом увидел, что другой человек чего-то поделал в этом проекте, взял, сделал GitPool, напоминаю, что то, что мы с вами сделали fetch и потом Merch, это то же самое, что просто GitPool. Ага, он говорит, не знаю, откуда. Он говорит, я не знаю, ваш бранч, откуда вообще трекать. ну хорошо, можно сказать, откуда. Например, например, Origin. Вот мастер, он знает, откуда трекать. Давайте посмотрим. мастер, он знает, откуда трекать. А вот этот ваш не он не знает, откуда трекать. Поэтому нужно его сконфигурировать или сказать вручную. Ну, мы скажем, вручную. Ну, это неважно, все равно сейчас ничего не произойдет. Если мы скажем GitPool, значит, смотрите, еще раз, мы находимся на ветке New, про ветки New в GitConfig не написано ниоткуда ее трекать, никуда ее публиковать. Публиковать-то, в общем, понятно, куда. В ветку New. Если вы сейчас опубликуете, я не буду это делать, но если я сейчас опубликую, скажу GitPush и опубликую это куда-то туда на GitHub, то там в удаленном репозитории появится ветка одноименная нашей ветки New, ну, собственно, вот. А вот когда я говорю GitPool, Git совершенно режимно замечает, что с той стороны нет никакой ветки, про которую было бы известно, что я хочу ее запулить. Поэтому я должен сказать, кто является upstream для моей ветки, либо указать явно, из какого бранча я хочу сделать пул. Ну, например, вот так. Он говорит, знаете что, up to date, ничего не изменилось с той стороны. А вот если бы кто-нибудь там ее поменял, сейчас бы нам приехали изменить. Ну, так вот, главная проблема состоит в том, чтобы узнать о том, что кто-то что-то изменил. Эта проблема средствами самого гита не решается. Вам должно прийти какое-то сообщение, где сказать, я такой-то и такой-то, сделал такой-то, такой-то действие, пожалуйста, посмотрите на мой гитрепозиторий и по возможности сделайте пул из него. Порталы вроде гитхаба предоставляют для этого специальный инструмент, он называется пул реквест. Для того, чтобы сделать пул реквест, надо, вы не поверите, нажать кнопочку сделать пул реквест. Пул реквест это запрос к удаленному, к владельцу удаленную оппозиторию, чтобы он замерзился с вами, чтобы он сделал гитпул с вашего репозитория. Более того, там сразу указано, какие конкретно коммиты в этот реквест входят, из какой ветки этот реквест, ну понятно, эти коммиты будут браться, вот, и задача вот этого удаленного человека всего лишь нажать кнопочку или всего лишь сказать гитпул руками и этот пул реквест будет удовлетворен. Домашнее задание не на сегодня, почему я вспомнил, будет состоять в том, чтобы склонировать не так. Первое. Сделать ветку вашего репозитория того, с которым вы сейчас разрабатываете, с домашним заданием. Сейчас покажу. Сейчас, взял. Вот. Значит, просто, да блин, вы клонировали тот репозиторий, который я вам показал в домашнем задании. Ваша задача на сегодняшний день будет такая. Откатиться вот сюда на начало, то есть на то место, где мой код и ваш совпадает, сделать еще одну ветку, в эту ветку помержить весь код, который будет у нас сейчас в ветке мастер. Я это напишу все. Да? И дальше произвести изменения некоторые, ну, буквально в коммент вставить там свое имя, идентификатор, что хотите. И послать мне вот такой пол реквест, что, мол, я такой, или файл написать, собственно, не важно, я придумаю что. И послать мне вот такой пол реквест. Я тут на меня, пожалуйста, сделайте пол из меня. Второе домашнее задание будет состоять в том, что мы немножко поработаем с текстовыми переменами, с стрингварами, вот с этим всем. Звучит немножко путанно, но мне кажется, что когда я напишу, это будет вполне понятно. Значит, откатиться, сделать ветку, замежиться с веткой моей, внести туда изменения, прислать мне пол реквест. Вопросы? Оно должно быть опубликовано, вот и все. Ну, опубликовать, между прочим, входило в домашнее задание. Пока никак, я буду твой вопрос смотреть. Вот сейчас вы мне дадите знать, понимаете, да? Вот. То, что вы там его сделали, я вам верю. В конце концов, домашние задания нужны для того, чтобы я их проверял. А для того, чтобы вы убеждались, что у вас все работает. Потому что у нас цель нашего всего безобразия это совместная заработка. Буквально там через недели, две, три у нас уже будет разговор на тему разбиения на группу. Вот это все. Вот, рабочие. Вот. Еще вопросы? Окей, если вопросов нету, тогда, значит, я побежал домой делать домашнее, в смысле, формулировать домашнее задание. Не сегодня, завтра оно появится. Вот. Ну, собственно, все тогда. Продолжение следует...